20 августа 2018 года Вы, конечно, знаете, и это нормальное явление, когда бездетные пары удочеряют или усыновляют детишек. Маленьких детей они усыновляют для того, чтобы иметь вот то самое родительское тепло, которого не хватает для скрепления семьи. Вчера мне присылали заметку, она вышла, кажется, вчерашним днем. О, Боже, что мы видим, что та самая Меган Маркл вдруг надоумила принца Гарри взять черную девочку у дочерей или усыновить. Понятно, что Диана, она ездила по Африке, она создавала фонды, она много делала для бездомных детей, она о них заботилась, но она не брала черных детишек в свою семью. Разный менталитет, разные условия вообще выживания в жизни должны быть. Это просто разные люди, это просто разные цивилизации. Они никогда не поймут друг друга, потому что мы разные. Как бы мы ни стремились к толерантности, мы все-таки разные внутри себя. Менталитет разный, поведение разное. И не стоит ущемлять никого из нас разных. Мы просто все разные. Мы, конечно, должны терпеливо относиться друг к другу, но брать в свои семьи, это уже говорит о чем-то. Это чревато вообще-то, чревато различными впоследствии событиями. Итак, Меган Маркл и принц Гарри удочерили африканскую девочку. Но нам все время говорили, что вроде бы она вот-вот уже и беременна. А может быть она, о ужас, а может быть она бесплодна. Но в королевской семье, конечно, все может быть. Но а что, зря удочеряют, вы думаете? Таких вот девочек, которую, черную девочку, собрались назвать Дианой. Это, если это случится, на самом деле Меган Маркл так жестоко будет мстить королевской семье и будет топтать имя матери принца Гарри. Вероятно, он этого еще не понимает. Он под каким-то заговором или наговором, или еще, а, или еще чем. Вуду наверняка, потому что быть до того беспрекословно послушаемым мальчиком, это говорит как раз о том, что он очарован, волшебным способом очарован. И, возможно, действительно Меган Маркл бесплодная. И поэтому они сейчас удочеряют ребенка. Итак, британский принц Гарри и его жена Меган Маркл планируют удочерить шестимесячную африканскую девочку, которую увидели в одном из детских приютов во время их тайного медового месяца, проведенного якобы в год с Ваней. Это будет первый случай в истории королевской семьи. Гарри и Меган предстоит столкнуться с возражениями старой гвардии, но они упрямы и готовы добиваться своего. Они просто решили, что им не терпится стать родителями. Меган не становится моложе, а они хотят большую семью, как у Уильяма и Кейт. Ссылается глоб на слова некого королевского ассистента. 33-летний Гарри. А возраст-то какой? Христа! Распятие Христа! И 37-летняя Меган будто бы уже начали процесс удочерения. Меган хочет удочерить темнокожую девочку в честь своей матери, африканки Дори. И Гарри целиком за. Тем более, как утверждает издание, что его собственная мать, принцесса Диана, также мечтала взять на воспитание ребенка из Африки. Но сомневаюсь я в этом. Я думаю, и Гарри так тоже не мог сказать. Она часто говорила о том, что хотела бы дать дом африканским сиротам. Дать дом африканским сиротам, это значит построить для них приют. Но совсем не значит взять их в свою семью. Разница большая, колоссальная. Теперь Гарри и Меган хотят осуществить ее мечту. И даже планируют назвать ребенка Дианой. Вот это будет Финт. При этом они не отказываются от возможности завести собственных биологических детей. Каким образом? Если они так торопятся, а у них ничего не получается, а встречаются они уже, позвольте, пару лет, так уж точно, и за все это время не было беременности, у Меган яловая, как помните, на Руси говорили, яловая корова. Как называется женщина в таком случае? Я не знаю. Подскажите, как женщина называется бесплодной в таком случае. Теперь Гарри и Меган хотят осуществить ее мечту. Между тем, издание «Интач» утверждает, что у членов королевской семьи есть еще одна причина быть недовольной Меган. Якобы королева включила ее в число своих наследников. Сыновья Елизаветы, в особенности принц Чарльз и Эндрю, считают это преждевременным. Чарльза возмущает то, что его жена Камила в списке наследников ее величества не значится, а Эндрю полагают, что тем самым его мать обидела его дочерей, принцесс Беатрис и Евгению. Итак, Гарри и Меган влюбились в улыбчивого ребенка, которому шесть месяцев, и решили удочерить и назвать Дианой. Я понимаю, что идет разрушение Виндзорского правления. Разрушение. И этим, конечно, руководят. Процесс вполне руководимый. Он не сам по себе. И не сама по себе Меган появилась во дворце. Конечно, Гарри сосватали. А каким уже образом, за счет всяких вудду, ритуалов или еще, каким-то образом, мы не знаем. Возможно, это веяние нового ордена Белый Дракон, который сегодня начинает свое управление в мире. С 18 марта 2018 года он приступил к своим обязанностям. Орден Белый Дракон сегодня управляет нашим с вами миром. И принц Гарри, вероятно, подчиняется полностью приказам. И его подчинение ведет к разрушению Виндзорского дворца, Виндзорского дома. То есть, королевы Елизаветы Второй разрушается основа платформы. И Гарри это понимает очень хорошо и ведет четко к этому разрушению всю королевскую семью. Ну, а потом поговорим мы с вами дальше. Что же на самом деле это такое? И вообще, почему разрушается королевская семья? И что за этим последует дальше? Интриг здесь неописуемо много. Я Таня Карацова, Сейдбурхан. Ставьте лайки, выводите ролик в топ. Если он вам понравился, помогайте деньгами, не скупитесь. Сейдбурхан.